А перед просмотром этого видео я хотел бы посоветовать канал TheSaniaCraft. Здесь можно найти сериал по Майнкрафту, Гриффер Шоу и многие другие рубрики. Если тебя хотя бы что-то заинтересовало, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами стал Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем заканчивать. Проходите эту крутую карту, которую мы проходили буквально 2 или 3 дня назад. То есть испытания в Майнкрафте. Насколько вы хорошо знаете в Майнкрафте, вообще достойны ли вы в него играть. Но, как я вам сказал, если мы наберем 700 лайков, то я вам обещал, что выйдет продолжение этой карты. А именно мы найдем 3 дополнительных бонус уровня, которые мы сегодня и пройдем. Чтобы открыть эти бонус уровни, нужно найти 3 рычага на других уровнях. Я уже знаю, где они находятся. Поэтому сегодня мы их найдем и пройдем дополнительные уровни. Но, ребята, перед этим, как обычно, я бы хотел вас попросить поставить лайк. Ведь если вы поставите лайк, то, во-первых, сделайте. Очень приятно мне, потому что я рад каждому лайку, который вы поставите. Чем больше лайков, ребята, тем больше, чаще и лучше, я надеюсь, буду записывать прохождение карт для вас. Также у меня есть идея начать проходить карты от подписчиков. Меня уже подписчики много раз спросили. Но, чтобы проходить карты от подписчиков, нужно, чтобы эти карты хотя бы существовали. Чтобы подписчики делали эти карты. Но, если их сейчас нету, то как я их буду проходить? Да, ребята, но все же, вы в любой момент можете сделать карту и предложить ее мне в группе ВКонтакте в специальной теме. Ссылочка есть в описании. Также не забываем оставлять комментарии, ведь я общаюсь со своими подписчиками, если не веришь, что можешь проверить. Оставай свои комментарии. И последнее, что самое важное, не забываем подписываться на мой канал. Я рад. Я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому, ребята, не стесняемся и подписываемся. Это будет очень круто. А сейчас мы, в принципе, сразу же приступаем. Я просто одену наушники. Может, там важная информация, да, звуковая будет. И мы сразу же потопаем, ребята. Первый рычаг, как я сказал, нужно найти. Находится на седьмом уровне. Давайте мы выберем уровень. Уровень... Я, ребят, заговариваюсь еще. У меня 10 часов утра. Но, в смысле, я проснулся недавно после рабочей недели. Поэтому, ребята, я еще толком не проснулся. Поэтому, извиняйтесь, я буду заговаривать. Вот, как сейчас заговариваю. Короче, на этом уровне находится рычаг. Он находится вот там, за этой дверью. Но, что нам нужно сделать? Ага, я помню этот уровень. Он очень, в принципе, простой. Что нам нужно, это просто-напросто сделать сундучок. Я специально с вами пройду эти все уровни. Чтобы открыть рычаги. Чтобы открыть дополнительные уровни. Вот, видите, мы открыли. И поздравляем, ты нашел секретный рычаг. И бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Дальше. Давайте мы выберем уровни. Какой мы уровень открыли, ребята? Какой мы уровень открыли? Мы открыли первый бонус уровень. Видите? Второй и третий еще заблокированы. Поэтому нам нужно дальше искать рычаги. Если я не ошибаюсь... Да. Да, 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 да. Рычаг вроде находится на этом уровне. Я знаю, как его уже достать. Поэтому, ребята, сейчас мы это все сделаем. Подождем пока... Это все... Перето... Пережарится... А зачем я вообще это делаю? А, точно. Нам же факел. Я что-то вообще закупил. Я, ребята... Если я обычно немного туплю... То сейчас, мне кажется, это вообще жопа будет. Так, где у нас... Где у нас... Вот тут у нас... Сейчас это вообще жопа будет. Я еще с просоня нафиг... С бодуна. Можно и так сказать. В каком-то смысле. Вот, ребята. Вот где наш скрытый рычаг. Нам нужно сломать вот это... Дерево, чтобы пробраться в секретную комнату. Где нас будет ждать... Скрытый рычаг. Который откроет нам второй уровень. Второй бонус уровень, да. Вот, сломали. Мы уже потихонечку там умирали. Сюда ставим вот это. Прыгаем. Прыгаем, я сказал. Твою... Ладно. Ладно. А если вот так мы сделаем... Если вот так мы сделаем, то... Вот так. Замечательно. Сейчас мы открываем... Ай, YouTube. Сейчас. Твою нафиг. А хрен это... Во, во, во. Все. Замечательно. Прошли, ребята. Прошли. Вот. И сейчас остался... Левел селект. Вот. Какой мы уровень открыли? Мы открыли второй. Вот видите, второй. Третий находится на 20 уровне. То есть трекер рычаг находится на 20 уровне. Это вы уже заметили. Вот он, ребята. Под с... С... Сундучком. Я, если честно, его вообще сначала не заметил. Я не знаю, как вы его там... Высмотрели, но... Это охренеть, мне кажется. Как вы вообще за всем наблюдали. Потому что я, как бы, знаете, был сосредоточен на игре. Я вообще не думал, что тут есть какие-то секретные рычаги. Но потом, когда вы мне сказали, я потом полазил, посмотрел. И все-таки действительно там было... Три секретных рычага на всей вот этой карте, да. И после этого я все-таки еще заново начал проходить вот эти все уровни. И уже внимательно смотрел, что где находится, да. И вот после этого я нашел все рычаги специально для вас, ребята. Чтобы мы сейчас прошли бонусные уровни. Потому что, ну... Не прям скажу, что очень сильно, но все же карта вам понравилась. А если карта вам понравилась, значит, ребята, я для вас, конечно же, сделаю ее продолжением. Потому что мнение подписчиков мне тоже важно. Ну что, ребята, все. Двайки подождем, пока нам это все напишет. И вот, ребята, сейчас мы будем возвращаться в меню выбора уровней. И начинаем. У нас три открытых бонус уровня. Начинаем с первого. Фух, так, что нам нужно? Ход шортена. Что нам нужно сделать? Нам нужно встать на вот эту фигню. Я помню, у нас был подобный уровень, когда мы вот сюда поставили лодку. Потом на нее перепрыгнули и стали на вот эту. Сейчас тоже что-то нам нужно будет сделать в этом роде. Потому что туда мы никак перебраться не сможем, да? Так, подсказка. Это единственный уровень, где ты не можешь встать на эту плиту. То есть, если тогда мы ставили туда лодку и становились на плиту, то сейчас мы этого сделать не сможем. Тебе нужно скрафтить что-то, что может сделать это за тебя. Что может сделать за тебя встать на плиту? Что может сделать за тебя? А я, походу... А я, походу, знаю, что нам нужно. Это просто. Нам прям офигеть, какую подсказку дали. Тебе нужно скрафтить что-то, что сможет сделать это за тебя. Что может за тебя встать на плиту? Конечно же, стенд для брони, ребят. Конечно же, стенд для брони. То есть, смотрите. Это мы не можем, да? Это нам пригодится. Значит, мы ставим вот это. И значит, мы ставим вот это. Потом сюда. Это. Это. 1, 2, 3, 4... Нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нам нужно 6 палочек. И одна плита. Это просто. То есть, вот сейчас я, наверное... Когда просыпаюсь, когда моя башка еще не варит, то это я почему-то еще лучше соображаю, чем тогда, когда моя башка варит. Хотя, почему? Если я просыпаюсь, значит, свежая башка, да? То есть, свежие мысли есть. А когда я вечером записываю, например, когда я прихожу с работы, устал, уставший, то... Да. Тогда можно сказать наоборот. Мыслей нету, потому что я устал. А вот это реально. Значит, мне нужно, наверное, начинать с утра записывать, а не с вечера. Так, ладно. Одна плита. Вот это сюда-сюда. Сюда-сюда-сюда. Вот стенд для брони. Мы скрафтили. Пум! Это все-таки очень даже просто. Ладно, ребята, мы приступаем к следующему уровню. Второй уровень. Shooting range. То есть, три... Нихрена себе. Офигеть. Посмотрите на вот эту хрень. Тут... Тут не слишком много всего. Что нам нужно? Песок. Если мы уберем рычаги, значит песок упадет. 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 Ладно, пофиг. Давайте. TNT может быть использован для того, чтобы разрушить... Ага. Значит, нам нужно вот эти две блока... Два блока разрушить с помощью TNT. Песок нам нужен для TNT. Нам нужно четыре песка, как я понимаю. Четыре песка вот такой звездочкой. И потом порох, да? Если я хорошо помню крафт. Песок у нас есть. Как его достать? Ох ты ж нафиг. Ладно. Мечи нам дали, значит для чего-то. А-а-а... Песок. А, вот смотрите, ребята. А так можно? Вот так, вот так, вот так, да? Сейчас. Мы же песок не можем ломать. Если бы мы его просто опустили вот с помощью рычагов, то мы бы его не могли ломать, потому что это запрещено правилами этой карты. А вот так мы его даже не ломали. Он сам сломался. Песок для TNT у нас есть. Давайте дальше посмотрим, что нам нужно. Shooting range. То есть... Стрельба с лука, да? У нас тут, ну... Так, давайте посмотрим, ребята. У нас тут уже есть... У нас тут уже есть стрелы, да? Давайте сделаем сразу же. Потом, у нас есть меч. Что это делаем? Вот, криперы. То есть, у нас есть стрелы. А это что делает? Это паучок. Он нам дропы... Вот смотрите, ребята. Это даже очень просто. Смотрите. Нам нужно еще одну нитку. Мы сделаем себе лук. Стрелы у нас уже есть. Смотрите, это просто. Это просто. Лук. Стрелы у нас уже есть. Значит, мы сейчас убиваем криперов. С них выпадает порох. Собираем порох. Делаем песок. Песок с порохом получается тиньти. Вот тут у нас есть одно... Вот смотрите. Смотрите, ребята. Одно железо у нас есть. Вот. Печка. Железо. И пережарить. Это офигеть. Я реально просто с утра намного лучше соображаю, чем с вечера. А так, тут никто нам не выпал. Вот почему эта карта называется Shooting Range. Потому что нам нужно в криперов попадать. Вот, как я сказал, выпадает порох. Да, мы сможем его поднять. Нам нужно... Давайте я еще раз посмотрю. Один, два, три, четыре... Нам нужно пять пороха. Вот. Уже четыре у нас есть. Смотри, ребята. Уже четыре у нас есть. Давайте еще раз заспавним. Четыре у нас есть. Опа. И все. У нас есть пять пороха. То есть мы уже можем делать Тинти. Смотрите. Смотрите, ребята. Один, два, три, четыре. А потом один, два, три, четыре, пять. Тинти есть. Тинти мы давайте поставим вот сюда. Потом пережарилось уже. Флинт у нас есть. Кремень есть. Все. Поджигаем. Да. Нифига себе. Прям с утра соображаю. Соображающий, да? Ладно. Давайте дальше. Левел селект. И у нас последний бонус уровень, ребята. Да. Фух. Going up. То есть нам нужно вверх. Да, куда дойти, как я понял. Да, вот вверх нам. А что нам нужно? Уф. Так, ладно. Давайте сначала соберем вот это все. Ну, тут, походу, нам то ли лодку нужно через бак забраться. Афиг его знает. Так, давайте еще раз посмотрим. Возьмем вот это. Я не знаю зачем. Посмотрим. Слоунес. Дамэдж. Слоунес. Поизон. Давайте поизон. Афиг его. Я вообще не знаю, зачем это нам нужно. Давайте сейчас посмотрим. Лодка. Мне кажется... Ребята, вы знаете, что... Как, например, помните, у нас было в предыдущей части, когда мы через бак забирались наверх с помощью двери. Только я бы и тут попробовал, но я боюсь, у нас вот это не получит. Это мы забирались на дверь, а через блоки мы не сможем пробраться таким способом. Мне кажется, нам лодку нужно сделать, потому что, кто не знает, то таким способом вроде можно через блоки. Вот, допустим, вот так. Так. Допустим, вот, 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 вот так. Так, сейчас. Вот так. Это давайте сломаем на всякий случай. Сейчас я просто хочу посмотреть. Сейчас я просто хочу посмотреть, будет ли это работать. Твою мать. Сейчас заберемся туда наверх. Да, вот, даже вот так можно. Офигеть. Ставим лодку. Нет, не работает, не работает. А, нет, работает. Работает. Это, а, это нужно было с лодки слезть, чтобы это заработало. Вот смотри, ребят, видите, мы... Мы пробрались через, через блок вверх. Здрасте, молочко. Твою мать. Может... Как нам... Так вот... Так вот, зачем нам дали вот это? Так вот, зачем нам дали вот эти зелья? Чтобы мы себе ударили, чтобы нас вытолкнуло. Ладно. Эээ, так. Ну и в принципе... Так. Да. Твою мать, нафиг вашу. И вот тут точно так же. Опа. 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 Папам! Да, ребята, мы прошли все бонус уровни. Это... Это заняло, я не знаю, сколько. 15 минут, если учитывая то, что мы сначала еще 3 уровня проходили, да, которые... На которых мы находили рычаги. Но все же, ребята, мы это сделали, чем я вас поздравляю. Еще раз, ребят, повторюсь. Если вы хотите предложить мне карту, чтобы я начал рубрику карты от подписчиков, вы сможете это сделать в группе ВКонтакте. Ссылочка на ту тему, где нужно оставлять свои карты, есть в описании. Заходите и оставляйте. Ну, или если вы хотите побольше прохождения карт, если вам вот это нравится, если вы все-таки хотите со мной проходить различные-различные-различные карты, ну, даже каждый день, все, что от вас требуется, я бы очень так же хотел вас попросить, поставить лайк, ребята. Это действительно очень круто. Я рад каждому лайку. Меня прям кайфует, кайфует мне, ребята, когда кто-то из подписчиков ставит лайк. Ведь я действительно ценю своих подписчиков. Я буду так же очень рад, если вы хотя бы немножко будете тоже меня оценить. И все, что от вас требуется, просто поставить лайк, ребята. Да, я буду очень сильно этому рад. Так же не забываем оставлять комментарии, ведь я общаюсь со своими подписчиками. Так же я могу вас добавить в друзья ВКонтакте. Так же, как... Я же сказал, что я общаюсь, поэтому ссылочка на меня есть в описании. Заходите, добавляйте. И последнее, ребята, не забываем подписываться на мой канал. Я буду очень сильно рад, если ты вступишь в нашу большую дружную семью. Все, что тебе нужно, это просто подписаться. Я действительно буду этому очень сильно рад. А мы, ребята, заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.